Существует ли сверхъестественное измерение? Мир, о котором мы не знаем. Есть ли жизнь после смерти? Реальны ли ангелы? Могут ли наши сны передавать послания с небес? Можем ли мы заглянуть в древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Более 35 лет Сидрот исследует загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к нему в этом выпуске программы «Это сверхъестественно!» Здравствуйте, с вами я, Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное, естественно. У каждого из нас бывали моменты, когда мы молились, и казалось, что наши молитвы не поднимаются выше потолка комнаты. Я молюсь, взываю к Богу, стенаю, делаю все, что могу. Но мои молитвы все равно не доходят до небес. У моего друга есть откровение от Бога. Он говорит, что дьявол на самом деле не отступает от закона ни на йоту. Но он узнал, как изменить правила игры так, чтобы вы всегда были в выигрыше. Я хочу, чтобы он научил вас этому откровению. Знаете, Роберт, я так рад, что вы сможете рассказать это слово телезрителям по всему миру. Это очень важное послание. Но сначала я хотел бы узнать больше о вас. В вашей церкви происходили чудеса и знамения, и также у вас на собрании появилось видимое облако. Расскажите нам об этом. Да, сейчас я все время в поездках, но я взрастил эту церковь и вел службу в ней 15 лет. Дневоскресным утром я проповедовал перед собранием в полторы тысячи человек и вдруг понял, что не вижу больше заднюю стену зала, потому что она закрыта дымом. Я не мог видеть этот дым. Я подумал, это как февраль в Техасе, когда кто-то забыл затворить дверь в помещение, а снаружи люди жгут листья, поэтому дым проникает внутрь. Вот так я и подумал, потому что этот дым был большой неожиданностью. Но затем я заметил, что не чувствую запаха дыма. Тогда-то я понял, что это слава Божия. Она наполнила зал, и с этого момента она всегда являлась как дым, как облако, которое реально покрывает себя. Иногда ее можно было ощутить, как прикосновение тумана, кожа. И когда мы были в присутствии Божием, происходили просто потрясающие вещи. Исцеления были повсюду. А теперь, Роберт, расскажите нам о законном способе получить ответ на молитву. В духовном мире все происходит в соответствии с определенными законами. В частности, когда Иисус умер на кресте, это стало величайшей сделкой в истории. Он сказал «свершилось» и выполнил все существующие правовые предписания. Поэтому и мы можем инициировать процесс выполнения правовых предписаний. Постановление о суда не имеет силы, пока не будет исполнено в реальной ситуации. Судья может вынести приговор, но его невозможно привести в исполнение, если в зале нет судебных служащих, которые его выполнят. Мы, эти служащие, помазанные, поставленные Святым Духом, для того, чтобы осуществлять выполнение предписания, которое совершилось на кресте, в каждой реальной ситуации на этой земле. А вы говорите о большой нашей ошибке, когда мы сражаемся на поле битвы. Да, именно о ней. А не о небесном суде. Вы считаете, что это место как настоящий суд? Именно так. У Даниила описан престол Господа. Еще в Откровении мы читаем описание Иоанна, а еще у Изекииля, Исаии, и все это Библия называется дом. Судьи сели и раскрылись книги. В этих книгах записаны судьбы людей, даже народов. Для того, чтобы написанное исполнилось в реальной жизни, нужно, чтобы в суде шел судебный процесс. Для каждого человека на этой планете есть своя книга на небесах. Так написано в 138-м псалме. Мы должны научиться приходить на Божий суд, чтобы узнать, как одолеть все законы, которые враг может использовать против нас, уводя нас от нашей судьбы в Боге. Речь идет о дьяволе, который готов пойти на любые уловки. Да. Если с точки зрения закона он окажется прав, то это может буквально блокировать ваши молитвы. Да. Украсть ваше исцеление, финансовое обеспечение, ваш душевный мир. Да. А также препятствовать вашей семье войти в царство. Это уже серьезно. Да, именно так. Иисус говорил о молитве в трех измерениях. В Евангелии от Луки 11 и 18 главе он говорил о том, как приближаться к Богу как к Отцу, как к другу, а также как к Судье. Это и есть измерение суда. Мы знаем, как приходить к Богу как к Отцу и как к другу, но очень слабо представляем, как быть, когда предстаем перед Ним в рамках небесной юридической системы. Потому что когда Иисус говорил о неправедном Судье, он явно не имел в виду Бога. Он говорил, что если вдова может получить решение в свою пользу от неправедного Судьи, то насколько же больше мы можем получить именно от Бога. Вы говорите, мы обращаемся в небесный суд. Это не образ какой-то, а настоящее, реальное место. Потому что, да, Библия говорит, что мы посажены на небесах. И также в послании к евреям написано, «Вы приступили к горе Сиону, городу живого Бога». Также там написано о Судье, о посреднике Нового Завета Крови и о праведниках, достигших совершенства. Все эти голоса можно услышать в небесном суде, а они провозглашают слово о том завете, в который мы вошли. Поэтому Библия говорит, что мы посажены вместе с ним, и также описывает, что это означает для нас, исходя из такого нашего положения, мы имеем большую власть подавать ходатайство в суд, в котором по небесным законам будут решаться наши дела. Бог Судья исполнит свои приговоры здесь, на земле, и когда я прихожу в небесный суд, становятся верными слова. Все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет. Дело в том, что в духовном мире нет места притворству. Там известно все и про каждого. Демоны знали, у кого есть власть, а у кого ее нет. Нам нужно входить в сферу святости с покаянием и с полным пониманием того, что Божья благодать не дает нам права грешить. Мы можем стать выше греха, занять праведную позицию в небесном суде и увидеть, как совершается Божья воля уже здесь, на этой земле. А здесь есть большая разница. Мой гость очень подробно все объяснил. Надеюсь, вы хорошо слышали, что он сказал, сейчас Бог хочет открыть нам свой замысел для планеты Земля. Поверьте, мы живем не в самые худшие времена. Да, это верно. Это самое лучшее время на планете Земля. Аминь. Бог хочет, чтобы вы поняли, что это откровение, а я в роли детектива, сверхъестественного. И мне самому тоже очень интересно. Я хочу услышать о том, как Бог показал вам это откровение, и о том, что случилось, когда вы впервые использовали его. А вы хотите узнать об этом? Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Если вы любите смотреть нашу программу, то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн. Сколько пожелаете на своем компьютере, смартфоне, айпэде или на вашем любимом планшете? Айсен — это средство, которое сделает вас нормальными. Нормальными в соответствии с Библией. Вы будете научены и наделены способностью жить в Божьем сверхъестественном. Просто заходите на веб-сайт, адрес которого указан на экране. Это сверхъестественное. Роберт, а почему, когда мы пытаемся что-то делать для Царства Небесного или следовать Божьему призванию, мы сталкиваемся с такой негативной реакцией? Скажите нам, что провоцирует ее? Есть две вещи, которые провоцируют эту ответную реакцию, потому что в духовной сфере все подчинено законом. Дьявол не может просто делать то, что он хочет. В первом послании Петра написано, «Противник и ваш дьявол ходят, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Он не может действовать по собственному желанию. «Противник» — это греческое слово «анти-ди-кос», которое означает «обвинителя в суде». Это его значение. Это слово состоит из двух слов «анти» и «ди-кос». «Анти» значит «против», ну а «ди-кос» — это «правда». Цель иска заключается в том, чтобы лишить нас того, что по праву принадлежит нам. Люди удивляются, почему они не получают то, что говорит Библия, все то, что Иисус купил для нас. А это происходит из-за того, что дьявол подал иск против нас в судебный суд. Это ошибка — рваться в бой вместо того, чтобы сначала пойти в зал суда и уладить все правовые вопросы. Если мы их не уладим, то противник может использовать их, чтобы помешать нам. Но он не имеет законного права на это. Давайте поговорим о том, как вы в первый раз вошли в небесный суд. Кстати, вы говорили о неправедном суде. Интересно то, что вдова не пошла к дьяволу. Ведь так? Она пошла к суде. Объясните нам. Верно, когда мы рассматриваем учение Иисуса о молитве, мы видим, что Он не учил о молитве на поле боя. Это шокирует людей. Мы научены, что молитва — это битва. Иисус никогда не говорит о молитве на поле боя, но Он определил место для нее в зале суда. Мы находимся в конфликте. Но есть разница между битвой на поле боя и борьбой за свои права в суде. Когда вдова обратилась в суд, она не кричала, не связывала и не запрещала. Она лишь просила судью вынести приговор против ее противника. Здесь тоже стоит слово «антидикос». В этом месте в небесном суде мы можем обвинять дьявола, и ему ничего не останется, кроме как убежать от нас. Как и сказано в послании Иакова, 4 главе, 7 стихе. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и что он сделает? Он убежит от вас. То есть у нас нарушен порядок действий. Именно так? Понятно. Мы могли бы говорить на эту тему всю программу, ведь большинство людей даже не знает об этом. О книгах на небесах, в которых записана вся наша жизнь. Эти книги не только для знаменитости с яркими судьбами, или людей, которые появляются на телевидении. Они о жизни каждого человека. О каждом из нас есть книга, где записана наша судьба, за воплощение которой мы боремся. Это точно. 139-й псалом. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Я считаю, что здесь говорится о ДНК. Именно благодаря ДНК я такой, какой я есть. Со всеми моими интересами и дарами, со всем, что я люблю и что ненавижу. Мы разные. Бог всех нас создал разными. И так же сказано, все дни мои были записаны. А дьявол пытается увести нас от этой судьбы? Именно так. Бог хочет, чтобы мы исполнили свое предназначение, и это становится возможным после того, как мы посетим Небесный суд. Я правильно это понимаю? Верно. И еще кое-что добавлю. Евангелие от Луки, 22-я глава. Это очень удивит вас. Мы читаем, что Иисус сказал Петру, «Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». То есть сатана просил о том, чтобы судиться с тобой. Сатана знал о судьбе Петра и хотел помешать ему исполнить свое призвание. Он хотел, чтобы Петр из-за проблем в своей жизни не смог бы исполнить свое призвание. Но Иисус сказал, «Я пошел на суд за тебя, я оправдал тебя, и ты сможешь исполнить Божие призвание в своей жизни». Другими словами, Иисус наш защитник, да? Ну а теперь о вашем сыне, да? У вас были серьезные проблемы с сыном. Именно тогда вы впервые поняли, что все самое важное происходит в зале Небесного Суда, а не на поле сражения. Сначала важно уладить все именно там. Да, именно так. Замечательно. Расскажите нам подробно, как все произошло. Мой сын Адам очень страдал. После развода с женой он чувствовал себя полностью опустошенным. Его жена решила, что она устала от брака и от служения, и от всего. После этого два года мой сын был в депрессии, и я не мог его вытащить. Я старался ободрить его, говорил ему о Божьем плане для его жизни, но он больше не был тем жизнерадостным человеком, которого я знал. Он чувствовал себя ненужным. «Папа, все кончено. Моя жизнь кончена. Бог не может помочь мне». Я тогда связывал. Запрещал, высвобождал, шептал, кричал. Как я только не молился тогда. И вот однажды я получил откровение о Небесном Суде. Когда я молился, Господь сказал мне, «Приведи Адама на мой суд». «Так ясно, как будто колокол прозвонил». Внимательно послушайте его слова. Эти секреты будут работать в каждой сфере вашей жизни. А так как мой гость — учитель, помазанный Богом, то он объяснит вам все ясно и подробно. Это несложно. Это так просто, что вы сможете сбить с толку дьявола. Мы узнаем больше после небольшой рекламы, так что оставайтесь с нами и никуда не переключайтесь. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Это сверхъестественно. Вам, как отцу, должно быть, было больно видеть своего сына в такой глубокой депрессии. Вы испробовали все, но ничего не помогало. Пока однажды вы не услышали Слово с небес. Какое Слово? Я мог лишь смотреть, как мой сын отказывается от своего призвания, из-за отчаяния и чувства, что он уже все потерял. Но Господь сказал, приведи его на мой суд. Понемногу я стал больше понимать, как мне действовать. Я столкается за Адама вместо него. Я всегда говорю тем, кто ходатайствует в молитве, не отступайте, пока этот человек не сможет сам молиться. Вы должны представить его права и его интересы сами. И также для этого у вас, как у отца, была вся необходимая власть. Верно, ведь я его отец. Именно так. Тогда я столкается за него и за все ошибки, которые он совершил как отец и как муж. Я покаялся за то, что Адам верит в ложь врага, также за все, что я чувствовал, понимал или не понимал, за все свои иллюзии. У меня на это ушло пять минут, и затем вдруг я услышал, как Господь сказал что-то по-настоящему важное и мощное. Он сказал, теперь покайся за все плохое, что ты говорил о нем его матери, то есть моей жене. Обвинитель говорит против твоего сына, что даже его родной отец говорил такие слова о нем. Я никогда ничего такого не говорил Адаму, но я плохо говорил о нем его матери. Я не понимаю, почему он так ведет себя. Я не понимаю, почему он не может взять себя в руки, освободиться от всего этого. Я говорил о нем плохо. Именно это связывало его. Да, это связывало. Обвинитель использовал мои слова, слова отца против Адама. Обвинитель мог сказать, вот свидетельство его собственного отца о нем. Я каялся со слезами на глазах. Это заняло всего пять минут, и сразу Господь сказал мне, «Я хочу, чтобы ты произнес пророчество о его судьбе, судьбе Адама». Тогда я сказал, «Господь, я провозглашаю это по Твоему слову». Как прекрасно на горах ноги благовестника. Адам будет проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Он будет поставлен на высоту. И затем неожиданно Дух Божий сказал, теперь свежи дух депрессии. Я не осознавал тогда, что на самом деле я в тот момент решал вопросы с законом. Это было важно для того, чтобы с праведной и легальной позиции атаковать дьявола. Я сказал, «Сатана, я связываю тебя». Я до сих пор помню этот момент. По слову, в послании в Ефесина я провозглашаю, «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». «Я связываю тебя, Дух депрессии, и приказываю тебе выйти из моего Сына во имя Иисуса». На это ушло около 15 минут после двух лет молитв. Я сразу почувствовал, как что-то изменилось. А спустя полтора недели зазвонил телефон. Это был Адам. Он сказал, «Я не знаю, как это произошло, но полтора недели назад внезапно депрессия моя пропала». Ух ты, разве это не здорово? И теперь я готов исполнить Божью волю. Сейчас Адам является старшим пастором своей церкви. За последние 9 месяцев его община выросла почти в 3 раза. Благодаря Божьему дару он достиг такого невероятного успеха. Но все началось именно с решения проблемы в небесном суде. Я всегда говорю об этом людям. То, чего я не сумел добиться за 2 года сражения с врагом, я достиг всего за 15 минут в суде. И вы должны об этом помнить. Вы тоже можете делать что-то так хорошо, как никто другой. Все это записано в вашей книге. Некоторые из вас прошли мимо своего призвания, а кто-то, возможно, потерял его. Но пока вы живы, вы всегда можете вернуться к нему. И вы не оступитесь ни на шаг. Пожалуйста, Роберт, помолитесь сейчас за людей, которые чувствуют, что потеряли свое призвание. Да, да, конечно. Пожалуйста, прямо сейчас. Господь, прямо сейчас мы хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты наш Отец, наш друг и наш Судья. Мы хотим приходить в Твой Небесный суд по вере. И просим Тебя, Господь, верши свой суд. Ты каждого человека сотворил с уникальной судьбой, которая записана в его книгу. Я прошу Тебя, Господь, чтобы всякие обвинения, которые враг использует против кого-либо или даже против целой семьи, были сняты. А сейчас, пожалуйста, повторяйте эти слова за мной. Скажите, Господь, во имя Иисуса, я раскаиваюсь за каждый грех, нарушение закона или несправедливость. Я стою на слове из Колоссиным 2 главы. Там сказано «Все, что против меня, любое обвинение, любые преграды передо мной, Ты убрал с пути и пригвоздил ко кресту». Господь, все обвинения сняты. Благодаря крови Иисуса. Господь, я даю Тебе, как Судье, законное право выносить приговор о моем призвании, которое записано в книге обо мне. Во имя Иисуса. Аминь. Я хочу сказать вам кое-что. Вы, возможно, уже долгое время огорчены тем, что на ваши молитвы нет ответа. Вы переживали и постоянно думали о том, что же блокирует их. Эта блокада сейчас будет снята. Вы стоите на пороге своего предназначения. Это прекрасное время. Мы стоим на пороге мощнейшего движения Божьего Духа. Бог создал вас для того, чтобы быть Его частью. Он хочет, чтобы вы были свободными, цельными, принадлежащими только Ему. Поэтому скажите, «Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Будь моим Господом!» Если вы любите смотреть нашу программу, то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн. Сколько пожелаете на своем компьютере, смартфоне, айпаде или на вашем любимом планшете. Эти программы станут инструментом, который поможет вам стать нормальными, но нормальными в библейском понимании этого слова. Так что присоединяйтесь к нам на нашем сайте. Там вы сможете посмотреть специальные трансляции служения и наставничества, передаваемые из нашего медиа-центра, находящегося в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в которых участвуют лучшие учителя с самыми разнообразными дарами Святого Духа. ISN — это средство, которое сделает вас нормальными, нормальными в соответствии с Библией. Вы будете научены и наделены способностью жить в Божьем сверхъестественном, так, как никогда ранее. Просто заходите на веб-сайт, адрес которого указан на экране. Смотрите в следующем выпуске. «Мой гость умер в 21 год. Побывал на небесах и получил духовную информацию, всю свою оставшуюся жизнь он посвятил тому, чтобы рассказывать о конце времен, о науке и о мире сверхъестественного. Все вместе это звучит так, как написано в книге Откровения. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова